В последние дни вы могли отмечать, что у нас погода в Алтайском крае то плюсовая, то минсовая. На этом фоне какие-то отмечали изменения? Очень большие. Головокружение, у меня сердцебиение большое. А еще боли в суставах и скачки артериального давления. Температурные качели, которые всю зиму не покидают Алтай, влияют на самочувствие метеозависимых людей. В этом году особенно сложный год. Очень, очень, очень. Почти что каждый день и через день. Солнце хорошее, значит и я, наверное, чувствую себя. Как только солнце спряталось, более ветер начинается, я уже начинаю с головной боли уходить. В 10-й Барнаульской поликлинике резкий рост обращений. Погодный маятник приводит к обострению и усугублению хронических заболеваний. Также я не удивлюсь, если в других поликлиниках и в других лечебных заведениях у нас по Алтайскому краю очень большой наплыв именно больных с бронхиальной астмой, с хоббл. Всем не секрет, что бронхиальная астма и хоббл у нас имеют сезон обострения весна-осень. Сейчас, к сожалению, у нас находится пик такой, что мы просыпаемся один день у нас как весна, тепло, а следующий день у нас как осень. И вот эти больные наиболее уязвимы и требуют особого внимания. Люди с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями в нестабильную погоду тоже должны тщательно следить за собой. Измерять давление, посещать терапевта. Метеозависимость, конечно, не лечится, но болезни, которые обостряются на фоне смены погоды, стабилизируются правильной терапией. А еще в такие дни врачи советуют жителям больше отдыхать, есть меньше соли, делать легкую зарядку и чаще гулять. Но аккуратно, на дорогах скользко. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.